Всем привет! Меня зовут Настя. Добро пожаловать на канал! Сегодня расскажу о новых книгах, от покупки которых я не смогла удержаться. Открываем! Кстати, да, книги будут не только из коробки. Будут еще отдельно мной купленные. Итак, Живые. Автор Пирс Пол Рид. Он британский писатель и журналист, автор нескольких романов и документальной прозы. Получил ряд литературных премий, но вот мировую известность ему принесла именно эта книга. На английском языке она вышла настолько давно, что аж в далеком 1993 году по ней был снят фильм «Выжить». Я его даже смотрела, но это было очень давно и я практически ничего не помню. В любом случае, книга почти всегда лучше фильма, так что переходим к ней. Книга рассказывает историю крушения самолета, на борту которого было 45 человек. Среди них была команда молодых рэкбистов, которые, насколько я помню, летели на соревнования. После того, как самолет врезался в горы, в живых осталось 16 человек. Но и этим 16 пришлось совсем непросто, потому что им нужно было ждать, пока их спасут. При этом у них не было теплой одежды, еды и воды, не было средств связи. И они не знали, когда их спасут. И спасут ли вообще? В итоге они 10 недель боролись за жизнь в заснеженных Андах и пытались выбраться к людям. Конечно, на их долю выпали тяжелейшие испытания, и физические, и моральные. Поэтому автор очень ответственно подошел к работе. Он несколько месяцев собирал материалы для книги, разговаривал с выжившими, их родственниками, друзьями. Дотошно сверял факты и делал все, чтобы установить истину и рассказать миру историю несчастных людей, которые делали все возможное, чтобы выжить. Я люблю такие книги и про всяких выживальщиков видела, наверное, все передачи. Так что думаю, что эту книгу я прочитаю первой. Если вы не специалист, то об этом событии, может, даже и не слышали. Но это открытие было одним из самых значимых открытий 21 века. Ну, я, например, вообще ничего не слышала об этом открытии, так что тут прям все для меня будет новое и интересное. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Что вообще произошло? В 2013 году два исследователя пещер показали ученому Ли Бергеру фотографии из южноафриканской пещеры. Пещера эта была примечательна тем, что она была усыпана костями, но кости эти явно принадлежали несовременному человеку. Ученые хотели собрать эти кости, чтобы изучить их, конечно же, но проход в пещеру был настолько узкий, что Ли Бергеру пришлось специально искать худых людей, которые смогли бы пролезть внутрь и помочь ученому добыть ценный материал. В итоге команда худых энтузиастов смогла проникнуть в пещеру и помогла сделать открытие всей жизни ученого. Они нашли множество костей и более 15 скелетов, которым примерно 2 миллиона лет. И да, это были кости нового вида гоминид, который назвали Homo naledi. Пещера с самыми богатыми залежами костей гоминид поставила перед учеными много вопросов. Когда возник этот вид? Может быть, он развивался параллельно Homo sapiens? Почему в пещере не было ничего, кроме остатков этих людей? Хоронили ли эти люди своих мертвецов? Был ли у них определенный уровень самосознания? Осознавали ли они свою смертность? И вот в этой увлекательной книге Ли Бергер не только обсуждает эти вопросы, но и делится историей своего большого открытия. Авторами книги являются два человека. Первый это Ли Бергер, тот самый ученый, которому и показали фото из пещеры. Он палеоантрополог из Южной Африки, сотрудник университета Витватерсранда и Института эволюции человека. В 2015 году он на минуточку вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time. Второй автор Джон Хокс, профессор антропологии в Висконсинском университете в Мэдисоне, автор популярного блога о палеоантропологии. В своей рецензии на эту книгу Станислав Дробышевский пишет, что это просто супер книга, что здесь описаны и будни палеоантропологов, описаны проблемы, с которыми сталкиваются ученые, и их кропотливая научная работа, а не только великие открытия. Но при этом в книге нашлось и местечко для захватывающих описаний поисков палеоантропологических сокровищ в стиле Индианы Джонса. Супер, дайте две, как говорится. Я прочитала много нонфика и понимаю, что если у автора есть талант, то на любую тему можно написать интересно и захватывающе. Так что ожидания большие. По большому счету, история Центрального банка России. Это история о том, как формировалась финансовая система постсоветской России. Книга начинается с 1990 года, потому что именно в это время и был создан Центральный банк Российской Федерации. И заканчивается 2014 годом, когда последняя глава ЦБ, Эльвира Набиулина, она и сейчас глава Центробанка, начала грандиозную чистку банковской системы. На мой взгляд, такие книги всегда очень важны, а сейчас так тем более, потому что финансовая стабильность государства и каждого из нас с вами – это главное, а во многом ее обеспечивает именно Центральный банк. И в идеале каждый из нас должен понимать, как этот Центральный банк строился и как он работает. Экономика – наше все. И вот, чтобы лучше понять работу Центрального банка, автор книги встретилась со всеми людьми, которые им управляли. Из книги мы с вами узнаем, как начинался кризис. Ну, не этот кризис, один из предыдущих. И как его пытались предотвратить. Как советские банкиры перенимали западный опыт. И как крах зарубежных финансовых институтов отражался на банковской системе распадающегося СССР. Автор книги – Евгения Письменная, кандидат филологических наук и специальный корреспондент агентства Bloomberg. Она работала в «Ведомостях», «Русском Ньюсвик» и «Известиях», где писала об экономической политике и государственном регулировании. Согласно аннотации, в книге рассказывается практически обо всех событиях, которые отразились на жизни обычных людей. При этом в строке «Для кого эта книга» указано, что она для чиновников, банкиров и студентов экономических факультетов. И это грустненько. Почему грустненько? Объясняю. Я сама экономист, кандидат экономических наук, так что думаю, что для меня эта книга будет очень интересной. Но, на мой взгляд, она должна быть написана так, чтобы быть интересной для любого человека. И для журналиста, и для историка, и для старшеклассника. Потому что книги, которые показывают людям, как непонятные экономические процессы непосредственно влияют на содержание их кошелька и уровень жизни, невероятно важны. Хотя, возможно, автор не ставила перед собой такую задачу. Я постараюсь читать эту книгу не как экономист, а как обычный человек, который об экономике не знает ничего. И надеюсь, что она будет написана настолько просто и интересно, что я смогу порекомендовать ее каждому из вас. Если честно, я уже сейчас столкнулась с тем, что читаю книгу, которая не будет легкой в прочтении всем, так же, как детектив Агаты Кристи. И это грусть-печаль, потому что она просто потрясающая. Я сейчас говорю о книге Александра Эткинда «Природа зла. Цырье и государство». Нереально интересная книга, которая и заставляет задуматься, и проясняет многие процессы. Но при этом я боюсь, что некоторые места в ней будут непонятны или сложноваты для понимания человеку, который экономику не изучал. Хотя, с другой стороны, помните, в школе были задачи со звездочкой? Такие усложненные, значит. Так что, наверное, я все-таки сделаю обзор на природу зла. Просто отмечу его какой-нибудь звездочкой, что книга может быть сложновата. Коннектография. Будущее глобальной цивилизации. Это необычная книга, потому что она о будущем. Я слышала, что у футурологов есть теории, что в будущем весь мир будет представлять собой лишь несколько невероятно больших городов. И вот в книге как раз о том, что мы придем к тому, что национальные границы будут играть все меньшее значение. А коммуникации, которые соединят огромные мегаполисы, все большее. Книга вот о том, что взаимосвязь, а не суверенность, станет организационным принципом человечества. Автор говорит, что новая глобальная сеть цивилизаций принесет нам только плюсы. В перспективе она может сократить загрязнение окружающей среды, и я надеюсь, что не будет слишком поздно, сократить неравенство и даже преодолеть геополитическое соперничество. Интересно, да. Автор «Не абы кто» Парак Ханна был советником в Совете по национальной разведке США, участвовал в разработке программы глобальных трендов 2030. Также Ханна работал в группе советников по внешней политике при бараке Обаме во время его первой предвыборной кампании. По отношению к этой книге у меня есть некоторые сомнения, но все же надеюсь, что она будет интересной и мне понравится. Августовские пушки. Барбара Такман. Эта книга – одна из самых значительных исторических работ 20 века. Она удостоена Пуллицеровской премии, выдержала множество переизданий и переведена на все ведущие языки мира. Президент Джон Кеннеди рекомендовал ее к обязательному прочтению своему окружению во время Карибского кризиса. Потому что в книге описан именно вот этот процесс сползания к войне, когда события закручиваются так, что страны, которые не хотят вообще-то воевать, все равно оказываются втянуты в кровавое противостояние. В нашей стране Первой мировой войне уделяется не так много времени, как стоило бы, и мне кажется, хотя, возможно, я ошибаюсь, что она не так освещена в нашей литературе, как Вторая мировая, потому что ее затмела революция, и это понятно. Но из-за нашей революции Первая мировая не становится менее значимым событием. Я читала Первой мировой, конечно же, но не так много, как хотелось бы. Тем не менее, то, что происходит сейчас, как-то смутно начинает мне ее напоминать. Поэтому я решила почитать и Первой мировой, и о том, что к ней привело. Повод не веселый, конечно, но какой есть. А эта книга, учитывая ее регалии и восторженные отзывы, думаю, поможет восстановить пробелы в моих знаниях. Причем в твердом переплете я ее не смогла найти, пришлось брать в мягком. Хотя я его не очень люблю, но лучше, чем ничего. И все же, Кристофер Хитчинс. Кристофер Хитчинс – американский журналист, публицист и писатель, гуманист, атеист и просветитель. В 1991 году он получил премию в области нехудожественной литературы. В 2005 он занял 5 место в рейтинге 100 публичных интеллектуалов журналов Prospect и Foreign Policy. В 2009 году журнал Forbes включил Хитчинса в число 25 самых влиятельных либералов США. Признаюсь, до того, как я увидела эту книгу, я об авторе даже не слышала. Но говорится, что он является одним из самых острых публицистов современности. И указано, что книга – это посмертный сборник его эссе. Сами эссе посвящены политикам, писателям, генералам и другим людям. Например, есть эссе об О'Ройле, Флеминге, Лермонтове, Бараке Обаме и Розе Люксембург. Анотации обещают статьи и заметки, поражающие своей интеллектуальной утонченностью и неповторимым острым стилем. Для меня эта книга – загадка. Вообще не знаю, чего от нее ждать. Ну что ж, посмотрим. Куда летит время? Увлекательное исследование о природе времени. Автор Алан Бердик. Это книга – исследование о времени, как вы уже поняли. Мы постоянно к нему обращаемся, на него оглядываемся, о нем думаем. Его всегда катастрофически не хватает. Но что это такое? Время? Куда оно бежит? Сколько его осталось? Как говорится, хорошие вопросы без хороших ответов. Алан Бердик – известный американский писатель и постоянный автор журнала The New Yorker. Анотация говорит, что он в остроумной и изящной форме, опираясь на научные исследования, что очень важно, пытается ответить на все эти вопросы. Мне книга показалась любопытной, плюс автор опирался на большое количество исследований, плюс она стала бестселлером Amazon. Так что я жду любопытные факты и надеюсь, что она не будет очень уж занудной. И последняя книга из новых, но не по значению – «Убийство Иисуса». Расследование самого громкого преступления в истории. За дело о самом громком преступлении в истории берутся, что логично, известные журналисты-расследователи. Они пытаются дать ответы на вопросы, кем же действительно был Иисус и кому на самом деле была выгодна его смерть. Для этого они отправятся на место преступления, обнаружат скрытые факты, прольют свет на темные подробности, распутают целый клубок интриг и узнают истинные мотивы подозреваемых. И только после этого вынесут свой вердикт. Нам обещают, что книга станет новым сенсационным взглядом на обстоятельства гибели главного оппозиционера в истории. Она была в рейтинге бестселлеров The New York Times рекордные 52 недели, а телеканал National Geographic снял по ней научно-популярный фильм, номинированный на премию Эмми. Я фильм не видела, даже не слышала о нем, че уж там, но нужно будет обязательно посмотреть. Продажи книги превысили 2,5 миллиона экземпляров. Я знаю, конечно, как Иисус был убит, а потом воскрес, но я не очень религиозный человек, поэтому наверняка многого не знаю. Отзывы на книгу очень хорошие, так что надеюсь, что она не подкачает. Итак, я рассказала вам о 8 новых книгах и теперь бегу их читать. Если вы уже прочитали какую-то из них, можете поделиться своими впечатлениями в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать ваше мнение. И не забывайте, мы то, что мы читаем. До скорого, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!